И первый пистолетный раунд в исполнении обеих команд. Мау в защите на пике своих соперников, а ВП нужно кровь из носу забирать себе этот раунд. Но уже он не задался для ломика. Забирает его с Юхи, дальше играет на пятачке капитан команды Маус и NXT. У него там поддержка довольно существенная. К Сэшион и МХЛ на кармане никого пока не пропустили. Слышали возможную перетяжку ВП Продиджа, но они под шифтом уже решили вернуться обратно сюда же. Кстати, вот интересный такой стапчик 2 в рукаве. То есть была активная позиция на рампе. Она отошла и сразу же, знаешь, байт на то, что сейчас быстро пойдут рукав. И там, опа, 2D тебя ждет. Ну что, в итоге подсмок. Заход на базу А. Здесь падает Сьюхи. На размене МХЛ. Ой-ой-ой, три хэдшота от него, все. Выход остановлен, атака Delusion. Не сдается 1-2. Ситуация опасненькая. Так, он потрудный, поменял себе Глок. В итоге дождался уже перетяжки от Жейна. И МХЛ пока что играет крайне закрыто. Ему нет никакого смысла открываться на противнике. Тем более у этого, конечно, бомба. И он пытается уйти на точку В. Но тут вопросики появляются по Жейну. Тот его отпускает, играет крайне аккуратно. Delusion поставить бомбу, нет? Ну, очень нужно поставить бомбу пистолетом. Это просто независимо все. Это уже победа в этом раунде, учитывая то, как все складывалось. За сигаретой пока играет. И это еще один, что Delusion. 1 на 1 остался. Пикает. Было попадание, 3% хп. Пытается отойти за единицу. Его пока противник отпускает. Как сыграть Жейну? У него есть только дикой. Флешка залетела только что Delusion. Нам будет пик через левую часть. И Жейн его читает или нет. Пытается пройти там финал. О, это гениально. Что? Это просто 357 IQ Delusion. Как он сыграл после этой дешки. Просто Жейн. Да, поменял расположение. И справа оказался для противника. Да тут весь класс, Саша. Это что-то англиво было. Там Ломик просто в шоке. Он не понимает, что произошло. Как они взяли этот раун? Как он взял этот раун? Как вообще? Как? Это четвертая ситуация. Один сколько было? В четыре? Где-то так. Да. В динамике это было один в четыре вроде как. Там смотри, убивают Жейна. Дожди, сейчас в четыре стоит. МХЛ три минуса дает. Да, один в четыре. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, какой редко случается, друзья. Эта Академия. Это дилюжин. Так как он здесь, кто переиграл красиво. Это флешка. Идеальный тайминг споймал. Какая же шесть. Пока все еще коэффициент на команду Prodigy. Virtus.pro от наших партнеров компании PariMatch 1.3. Маус NXT. И не забывайте о том, что у нас под стримом имеется баннер. Перейдя по нему, получается 100% бонус на первый депозит. Но главное для этого, для того, чтобы вам было 18+. Вот это начало. Это начало. И это уже Ксершин, который упал. Сплит на точку B. Продолжается. Или это даже просто выход через окно. Там Жейн убивает Рупайра. Ой, Чирпл открывается неуверенно. Надо пройти по рампе. Это минус по JDC. За единицей снова прячется Жейн. Убивает его Резаль. Различно поработал. Но там с Девайсом не сыграл Сьюхи. Мэйчел последний остался за холодильником. Наконец-то его находят. Это уже минус 4 от Резальта. Тут молодые по очереди включаются. Но такое, ты знаешь, очень бодрое, веселое начало. Хорошее начало для команды Virtus.pro Prodigy. То, что им нужно было. Именно такое начало, знаешь. А не тот каток, который у них в итоге случился в пистолетном раунде. Да, много эмоций уже. Только первые два раунда посмотрели. И это... Еще так, аточка. Давайте послушаем Virtus.pro Prodigy. Выброси эту хуйню, Вань. Только мы сгонем. Тихо, тихо. Мидл есть. Шина? Вау. Ой-яй-яй. По цементам. Один. Така сидит. Одна гола трещит. Да, можешь поиграть с ним, Роман? Я поиграюсь. Мы берем пикуем с ним, поиграть. Можешь стакать, скорее всего, ребят, под это. Можем аппы идти. Давай хуйню. Гопада, гопада просто. Там усишка, Роман. Он сидел под цементом, одна гола трещит. Я габ контролю. Аккуратно рамп. Я бомбу забрал. Они любят стакать. Если видите одного, значит дохуя. Я буду... А, мы идти, короче, команда. Аккуратно бустые, я не смотрел. Да, бустые, бустые аккуратно. Молик хуйню. Нет, молик смог, флешка есть. Молик троечку живая, молик цемент живая. Дай цемент, молик. Давай, а ты молик троечку тогда. Готов? Готов? Дай, молик. Зойки, вздите меня, вздите меня, левый там. Задай, что ты-то делюж, нет? Троечку дай, я габ не вижу. Слэш 2 засуну. Нет, молик габ, мы к нему подъехали. Порвай, порвай. Много, много, много. Держи. Молик, давай, конечно. Еще, еще. Еще слева. Габи в габи где-то. Да, 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 по-моему габи. О, песик. Мог домой учи, мог домой. Калаш, калаш тут где-то. На пневме. Инфата залетела правильная от Руфайра. Сказал, что если видите одного, то значит все там находятся. Любят стакать. Это был стак на точке. Снова мясорубка. У нас за три раунда произошло больше, чем за... Не то, чтобы всю картоню, которую мы посмотрели, предыдущую между спиритами и Eternal Fire. Но эмоции уже, конечно, зашкаливают. И главное, чтобы сами ребята не заигрывались. Потому что все же играет против сильного соперника. Маус и NXT добираются до АВП. Это MHL. Недавнее приобретение данного состава. Остальные с М-ками глушителями. Тут активности на точке А. Снова на рампет. Два человека сразу оказываются. Так совершенно с юхи. Никого пока не заметили. А тем временем, Cheerful вместе с Руфайром занимают центр. Там тоже два. MHL с АВП. Уже может включаться. Флешка! Без попадания. GTC, кстати, тоже не отключал. Пока в эту позицию. Он даже не включался. Да, очень нетривиальный угол у него. В итоге открылся и погиб. Но это хороший размен для атаки. Правда, есть размен, да, от MHL. Выход на рампу, что ли, просматривается. Экстершн закрывается смоком в рукаве. И дальше команда Prodigy может двигаться через подъем. В стороны базы А. Но обязательно нужно контролить, конечно, рука в такой ситуации. Экстершн. Это довольно легко было от Delusion. Смок в плент, MHL внутри плента. Есть попадание по Delusion. Есть две ситуации. Команда Virtus.Pro Prodigy пытается зайти на базу А. Пока у них это получается, но... Кстати, бомба установлена. Отменяется MHL. Установка пакета. Там надо забрать его, Резаль. Попадание через Маке. Здесь Жейн напрягает постоянно. Хаешка по дефолт. 24% уже у Резальта остается. Чирфул подходит под него тоже слева. Убивает одного, но теряется снова пакет. И надо еще, конечно, до него дойти. А там Челл в зуме. Это все время находился. И он также в зуме и выйдет. Как только Чирфул попытается поставить эту бомбу. Пока без фейка. Аккуратно играет польский дуэт команды Маус и НХТ. Чирфул на дефолте. Пытается выйти на одного. Один на один. И дальше замечает Сьюхи под Тетрисом. Надо выйти и поставить этот хэдшот. Или даже без него зашить. 6 хп остается у Сьюхи. И капитан команды Маус и НХТ не знает, как дальше нужно выйти. Как же не попадает. Чирфул перезаряжается. А Сьюхи тоже перезарядка. И надо просто выйти и добить уже очередной клатч, который берет команда ВП. Это заряд, который надо было им получить в самом начале этой встречи. Потому что так ты обыгрываешь Маус. А как вообще раунды такие отдаются? Где вообще Мауза? Где ваши чемпионы мейджора академического? Это нормально вообще? Что за игра? Что вообще? Тот не попадает. Проигрываются клатчи вот такие 2 в 1. Ну что это такое? Манчелу тоже мне не понравилось. Да, как он вышел. Он вышел, да. То есть не он первый должен был давать экшен. Точно. Он должен был ждать чела с хелпы. Они очень неаккуратно здесь играли. Вот по сути это 2 дуэли. Манчел открылся так, что он просто дал задуэлиться своему оппоненту. Два раза. На миде. Снова активности. И там уже GDC поближе будет. Не в окне. Руфайр погибает. С МАК-10 5 хп остается у Джона Де Кастром. Алексей. Алексей залил немного. Да, тот еще и присел на пятую точку. Бывает такое. Особенно против Дигла это нельзя делать. Молик. GDC успевает отойти. Чирфул все же не отказывается от центра. Где остальные? Остальные пока тасуются по точке А. Это проход через лифтовую шахту на рампу. А на А. Пока я вижу одного Ксершиона. Не угадывает пока Маус НХТ этот выход на точку Б. Они здесь не готовы. Помогать пока Ксершиона. Хотя Сюхи перетягивается. Чирфул смотрит. Проходит через спину. Поджигается цемент. Ждем закидку. Еще есть масса гаранат. Молик полетел уже на выход через Карман. Два смока тоже в наличии у атаки. Так что стоит ими воспользоваться. Конечно, в плент. Сейчас будут, да, действительно, ДМИ закидываться внутрь плента. Делюжен отключает здесь сиюхи. Ну и все. Тут вроде как по контролю все хорошо у команды. ВП. Диффузов на ретейке нет. Под флешку там попытка в рейва. GDC падает. Резалт контролит угол. Ну все. Такое уже, кажется, не взять. Хотя Майчелл воюет до последнего. Резальт. Разворот не стоит до конца. И Майчелл еще одного. Убивает Чирфул. Последний остался на рампе. Это минус один Жейн. Но дальше еще два противника. Напоминает Диффузов нет. И это будет дабл пик. Иксершен добивает красного Чирфула. Это будет Диффуз. И вот такой раунд с одним скаутом, пистолетами. И неполным набором брони берет себе команда Маус и NXT. Ты знаешь, вот ощущение такое, что потеряли фокус. И просто кто-то спиной уходит. Ну вот, знаешь, нет Диффузов. Просто встаньте, поиграйте на время. Что за... Ну, сейчас будет повтор. Ладно, там, окей, Лобика убили. Это как Резальт убегал еще. Это что это? Там не стоило убегать уже, знаешь. Иногда есть ситуации в КСе, где тебя к стенке прибивают уже, и ты должен воевать. Тебе надо драться. Ну да. И это был тот случай, когда надо драться, потому что показывать спину в такой ситуации нельзя. Потому что это Маус, и это NXT, и это Ксершен, и это МХЛ, который со скаутом нас всех удивил. Сейчас это уже АВП, и МХЛ пока идет 12 на 5. Такой необязательный раунд для себя ВиртусПро Продиджи проигрывают. Но есть при этом закуп. Два Галила, три АК-47. По гранатам все довольно неплохо. Упор на Молотовых. На коктейли Молотова. Тут четыре, да, у нас коктейля. Два Смака. Выход на Сенсор. Здесь МХЛ не стабилизировался. GTC погибает. Ой-ой-ой-ой. ВиртусПро Продиджи Сэфоник. Удом на базу Б. Очень много урона Джейна. Однако этого не хватает. Два в четыре. Опорник еще есть на ступеньках Б Мэйна. Это Сьюхи. Там Сьюхи вообще бомбардирует всем, чем можно. Еще один дым ему прямо на ступеньке. Но это сейвить надо. Куда там идти еще? Все под контролем команды ВПП. Только что они очень красиво зашли через центр в окно на точку Б. Опорники не справились. Джей Ди Си пока сложно. Видимо, если делает фраги, то так. Только один и разменивается. Это 5-1. Четыре в атаке человека сейчас выживает. Это плюс экономика, конечно, очень большой. Нельзя было этот раунд проигрывать. Ты видишь, очень динамично так и интересно сыграли в Virtus.pro. Затушили мидл. Там ошибся Мэйчел. Не то чтобы ошибся. Позиционка вроде как у него была тоже такая себе. Но должен был хотя бы одного забирать. Тут интересное решение от Мэйчелла. Будет ли АВП на руках? Или же два автоматических девайса себе еще тиммейта скинуть? Нет, это будет АВИК. Все же, возможно, есть неплохая респа для того, чтобы появиться на пяточке. Или на точке Б кого-то убить тоже. Эмки все... А, ну нормально. Думал, будет хуже, если честно. Ладно, там остальные тоже раскошелились. Под ноль закупается команда Маус и NXT. И попытка выйти на второй раунд. Сейчас. Вот Резальто смог на карман. Нефолтные два человека снова на центре. Делюжен там с АВП. Хорошая хаешка от защиты. По Делюжену и Руфайра. И Мэйчелл уже готов удивлять снайпера противников. Да, это было очень просто, минус Делюжен. Очевидно, была, знаешь, наверное, уже такая информация у Делюжена, что GDC часто играет где-то близко. Ты можешь пойти его наказать с АВП. Но Мэйчелл на шаг впереди. Ну, видишь, что тут тоже и Мауза предлагают некую гибкость. Ломик получает ХЕшку под себя. При этом она там нанесла урона всего на всего только 8 хелс-поинтов. Расстрелы от Руфайра. Какие-то незаконные... Какой-то супер-байк происходит. Ой-ой-ой, там много урона действительно. Залетает по к Сершину, еще его нашивали здесь. Это было хорошо. Дальше, правда, не дошили пока что. И какие атаки шьет? Сершин в шоке вообще, что происходит. Почему так душит? Почему так больно? Ну, это все еще 5 на 4. И будет раскидка дальше на точку АВП. Флешка на выход через карман. Ломик под нее пикает. Сколько там у нас? Три человека должно находиться у команды защиты. Сьюхи под флешку выбивает бомба. Это был Руфайр. Но если два по бомбе, 3 в 4 ситуация. Начинается заход на базу А2 в 4. Уже потеряли Чирфула. Ломик через рукав открывается. Возможно, будет... Бомба, да, установлена. Два в 4. Ой-ой-ой, нельзя! Вот эта позиция, конечно. Она, эта позиция суицидника. Да. Вот так, которая... Выход на дефолтные ящики, это все. Это ты, ладно, убиваешь хотя бы одного, это уже круто. Это уже хорошее достижение. Да, и каждый раз это выглядит комично. Видимо, подумал, что никак не уйти. Там еще Шилса смог. С другой стороны у Руфика лежал Молотов. То есть направо он не мог войти вообще никак. Ну, короче, ты тоже знаешь, так он попытался хотя бы что-то сделать. В итоге... Второй раунд на табло для Маус NXT. Здесь еще раз повтор. Вот были близки к тому, чтобы убить хотя бы одного опорника. Кто знал. Ты понял, Ксершин в итоге не погиб. Еще два минуса сделал. Или даже три. Маус NXT и их голоса сейчас. Делай. Окей, я делай. Окей. О, ты хочешь зелёный шмак? Это все? Нет, нет, нет. Я делай. Я делай. Да, тогда вернемся к В. Да, да. Моли? Я думаю, что это может быть. 2А. 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 1А. 2А. 5А. 1А. . 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 Поехали! Особенно, когда зона ограничена, ты играешь против человек, которые обычно друг возле дружки находятся. Если ты уже убиваешь одного в смоке, то очевидно, что второй где-то должен быть очень близко, ну недалеко. Потому что если бы он был с рампы, он бы его уже убил. Ну это такое, на самом деле здесь тонкий момент. В любом случае хорошая попытка от Delusion. Коэффициенты от Parimatch 375 на Virtus.pro Prodigy. Учитывая то, с какой динамикой и прытью они начинают от Vertigo, то коэффициент смотрится довольно неплохо. Но, друзья, напоминаю о том, что всегда ставки – это ваша ответственность. Да, но все еще нет веры, потому что они могут забрать себе эту карту. Тут загнали все-таки MHL-а, лидера команды Mouseric Succession. С точки А тоже передает привет трем игрокам Delusion. Обязательно бежать при Cheerful. Последнего Ломика тоже тут обезоружили при попытке выхода на точку B. Или даже K пытался подобраться, но это уже не так важно. 4-5, минимальное пока что преимущество команды BPP. И сейчас я не удивился бы, если бы они поставили паузу. Хотя ты знаешь, по игре, не знаю, очень симпатичная. Да, да. Видно, что они вот грызут просто. Каждый из плентов хотят поевать. Тут пауза типа скорее для чего. Главное, что не бояться. Ну, чтобы так переосмыслить, может быть, какие-то моменты. Чтобы не дать сопернику, знаешь, тоже набрать себе кучу раундов подряд. Delusion под B. Ищет свой фраг. Получает хаешку на минус 3H. Бризаль тоже. Вроде как довольно близко это было, но много урона не хлебнул. Ломик под A. Там все в смоках. Все горит. Люди бегают. Люди перезаряжаются прямо над ними. И он слышит это. Это эксершион на точке A. Может найти свой первый минус, если... Повезет! Нет! Ломик снимает его с Юхи. Тут же в кармане. Выпад! Есть первый минус. Еще по Чирпуло неплохо попал. Ну, два минуса под A и понимает Virtus.pro, что здесь надо быстро занимать этот плен. Смог. Ой-ой-ой. Там хаешка может неплохо залететь по Чирпуло. Да, вот он минус. MHL машет! Был шанс выйти уже вперед по живой силе. 3 в 3. Очередное выбивание. Да, я думаю, держат в уме прекрасно здесь Virtus.pro те раунды, которые они отдавали в похожих ситуациях. Есть два смока. У GDC и Жейна это очень важно, потому что ты закрываешь и плент, и потом еще и карман. Тебе уже легче. И где-то нужно рисковать больше игрокам атаки. Ломик. На рампе. Открывается. Играет довольно опасно. От головы. Бомба декузится уже. Жейн убивает Адабо. Смог! Смог! Декуз же идет! Нет, не получается. Result True Fire погибает. Слишком много, видимо, противников у них было в экране. И в итоге по бомберу у нас особо и не постреляли. Может быть, даже не разобрались. Плюс еще бывает такая ситуация. Не бывает, а очень часто в подобных ситуациях просто фейкуют. Ну, defuse. Плюс три. Да. Три в три. Тебе садится отмораживаться не очень. С другой стороны, видишь, сел, отморозился. Два остальных тиммейта сыграли по одной стороне хорошо. Как отвлекающий маневр. Там еще флешка какая-то была хорошая. С одной стороны от резальта, но под нее не сыграли. 5-5. И вот он первый тайм-аут от Мишек. При этом по деньгам вроде все нормально. Там, правда, раскид будет минимальный. То есть по четыре тысячи. Это что? Это коллаж армор смог. Не так много, как хочется. Идет обсуждение. Там Rufire дает наставление. Ладно, ВП это понятно, но и у Maus тоже серьезные лица показывают их на вебках. Видно, что они потеют. Им приходится тоже здесь собраться и показывать максимум. MHL там тоже играет довольно опасно. 17 на 7 пока что идет польский снайпер, которого NAV недавно назвал одним из самых перспективных игроков в мире. Но некоторые даже говорят о том, что он так сказал, потому что сами там американцы хотели купить и Мейчелла. Прям купить? Да. Или пригласить. Не знаю, может быть что-то. Типа у них же снайпер, я так понял, этот OC? Ну, если OC там не срастется, то да, его взять. Так, у нас ранний выход на центр карты. У Fire есть информация. Резальт забирает к Сершина. И что, куда сплетануть? Есть несколько вариантов для команды. Схилпы, делай два минуса Мейчелла. Так отключается минус по делюшину и диркулу. Старуба на центре карты. Три килла от Мейчелла. Два килла от Сьюхи. И этот раунд в актив команды Маус. Но как же здесь все было перспективно за ВП? Чем дальше влез, тем я понимаю больше слова NAF и Мейчелла. Потому что куда бы ни пыталась выйти команда ВП, везде этот снайпер носится у нас. И сейчас тоже три минуса дал. А такой зарубы... Я, конечно, не эксперт. Не могу претендовать на истину, но... Редко. Редко. На центре карты. Сколько раундов у нас уже? Три или четыре было на миде разыграно. Да, да. А вообще хорошую динамику здесь в этом плане показывает Virtus.pro. Ой-ой-ой. Раш от рамку... Так, минус молики... Все было потушено... Эээээ Ээээ... Ксершин заливает здесь на тридцать... Двадцать пять, точнее. Опасен. И оформляет первый килл. Тут все под контролем. Троики команды Маус, хорошая Хаешка. Снова нагревает Руфайра, Ломика. Но ксершин они, конечно, отработали карман. Прошли... Спина. На GDC не даст поставить бомбу. Скорее всего, убьет еще Резальта. Домик! Там бомбы посеяли где-то. Бомба на рампе. Можно еще поиграть в этом раунде, но 3,5 кп. Да. Конечно, было бы круто иметь АВП на руках кому-то из игроков команды Virtus.pro Prodigi. Ну и так, кто знает, какой тайминг. Поймали, одного убили, бомбу поставили и вместе сыграли потом. Тем более, тут, конечно, Maus играют близко друг к другу, но не рядом. Прямо на одном пленте. Один в окне, второй смотрит проход глубоко на точку А. Хороший молик, который вынудил Жейна поменять позицию. Ломик поджимает в бокс, он даже не читает здесь его и Жейн спокойно забирает двоих. Там еще флешка ювелирная залетела от товарища MHL, прям над головой у бомбера. Поэтому последний тоже погибает, но слушай, бомбу поставили уже нормально. Закончили данный раунд, исходя из данных, полученных на рампе, там сколько хгп было у ребят. 7-5. Maus стабилизировались, готовы идти дальше. Ну что, что? Демонстрация! Я не знаю, как ты, Алексей, Алексей И, в данном случае, наверное, нужно говорить. Но у меня сейчас нет такого ощущения, потому что Vertigo это вот конкретно классное получается. Конкретно эта Vertigo хорошая, благодаря тому, что команда Rufire исполняет. Они реально играют в интересный динамичный Counter-Strike здесь за атаку. Хотя Vertigo и динамичный интересный Counter-Strike это не есть тождество. Представляете, ребята, вот до чего нужно дойти вообще, что нужно показать на карте Vertigo, чтобы одна из 19 личностей Алексея Уха-Малецкого похвалила команду, которая играет на Vertigo за атаку. Это очень дорогого стоит. Немного осталось в этой первой половине. В идеале атаки взять еще хотя бы раунд, а то и два. Но видно, что маут уже несутся тоже. Тут уже открытый Counter-Strike, хорошая ХАЕ от Ломика и до Люжина остались по половине кусков. Они хотели подсадиться, но, видимо, за этим смоком ничего ты не сможешь себе найти интересного. Нурфаер не может пока выйти тоже на центр. Душка продолжается моликами от Maus NXT, не только смоками. Жейн на точке B, его не зря показывают наши обсерверы, потому что там сейчас готовится подсад. Флешка и Жейн чекает. Выход, его заметили, первый минус. С этим уже дальше можно работать и даже не спешить на B. Но при этом выход все-таки продолжается. Xersion и GDC здесь справляется результат на размене. Xersion играет на бэксайде. Было бы неплохо его разменять. Выход в итоге сюда или нет? Сюда. Xersion делает минус по Xersion. Xersion в упоре, наверное, не считается. Команда Virtus.pro решила перестроиться. Они прыгнули с рампы, понимаешь? Тут вопрос в том, как играть дальше. Xersion закроет еще резальта, который под шифтом не ушел. Xersion слышал, наверное, их еще. И он поджимался чуть дальше от рампы, потому... Тут уже розыгрыш 2 на 2 смог на выход с хелпы. И тут Rufire пока что на дефолте. Та самая позиция, которую мы критиковали. Но в данном случае может не сработать против снайпера. Нет, он его замечает. Дальше будет снимать. Rufire пытается отойти обратно. Xersion промахивается. Rufire никуда не уходит. Спиной. И косплей на резальта, который тоже спиной сюда не ушел. И у Алексея, лидера команды, это тоже не получается. Можно выпить чаю, так сказать, зачилить. Как они все-таки сыграли это 2 на 2? Ладно, там Xersion промахнулся, но потом этот уход... Неаккуратно. Неаккуратно. Им подарили шанс. Да, понятно, что неприятно, когда у вас резальта убивают по точке B и потом уже читают. Но все равно, позиция-то была. Смог на выход, потом на расположение Rufire. Я, честно говоря, вообще не понял вот этого вот момента развернуться и уйти. Вы втроем стоите под B. Вы дали там 2 кила. Можно было не уходить, а подождать. А какой смысл? Да не подождать, просто втроем играть. И не выходить. Не выходить и постоять или выйти, неважно. Просто вместе сыграть и все. А тут еще чуечка Сьюхи сработала. Да? Который пошел на рамку, поймал резальта. А как не ловить? Смотри, у тебя инфа, ты стоишь под B. За двойкой. Да. У тебя куча разменов. Играешь 2 на 3. Ты слышишь, как два чувака спускаются с фанеры вниз и перезаряжают. Да, да, да. То есть тут же вопрос не в том, что даже уходили. А просто потому, что они натопали, как мамонты, еще и перезаряжались там. Да. Но это надо было сделать, конечно же. Было прочитано. Паливно, конечно. Потому что Сьюхи пошел дальше. Что ему еще делать? Ему рисковать надо. У него 2 в 3 ситуация. Он сейчас фул контроль для него получается. 8-5. 8-5. И это уже довольно стабильная половина от ребят из Маузен XT. И здесь, мы видим, оформляет первый килл Delusion. Успокоили Майчелло наконец-то. Первый минус от АВП. ВП Продиджи. Дальше выпустить Ломика. Частый гость на подходах к Апленту. Ведь не попал. Большинство для Virtus.pro Prodigy довольно широкое расположение по карте. При этом Virtus.pro решили отказаться вообще от активного меда. Да, вот в центру карты они уже не играют. Хотя в начале... А как они играют? Это 3B. 3B. И это игра в Гадайку, которая сейчас пока не окупается. Ладно. Жейна забрали 3DC одного с собой. Сьюхи на размении. Его тоже не ожидали. Но Delusion с АВП на месте. Это надо забирать. Обязаны доиграть. Уверен на этот раунд команда ВП Продиджи. Тут вопрос только к Сержу. Ну, один. Куда идем? Денег на последний не будет. У него так точно. МХЛ может дать дроп. У Жейна и GDC все еще хуже по экономике. Поэтому нужен этот девайс 100%. Нужен в следующем раунде. В общем, очень плохо сыграли опорники здесь. Один вообще стоял так. Он не был готов к этому выходу. В общем, два разменялись в одного. И это не то, что ты хочешь видеть от своих опорников на любой карте именно на базе бэк. Конечно же, прежде всего. Деньги. 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 Через лифтовую шахту. JDC я пытаюсь тоже найти. Пятерка. Он на центр. Вот он, да. Ну, для Руфайра это... Смерть. Конечно. Там еще... Я подумал, что он может поймать на тайминге, что тот будет прыгать. Но нет. Ловик. Ой. Удивление. С кармана. Быстрый выход. Забирает Сьюхи. Там... Потерят 13. Не знаю, какую себе гранату взять в руки. И в итоге погибает. JDC только сейчас включается сюда уже на А. Ой, какой... Каким упал. Бомбок. МХЛ с ВП тоже на месте. Последний остался Армен Чирфул. Против Жейна и МХЛ. Информация имеется. Играет через дефолт. Будет ставить бомбу? Нет. Пока что это фейк. Не спешит Чирфул. Хочет проверить спину. А потом придется в любом случае вернуться обратно. Тут Жейн и МХЛ тоже задумались, как им стоит сыграть. Ну вместе просто, на контроле. Чирфул скоро должен попытаться поставить эту бомбу. Ну много времени потеряно. Понятно, что он ждал спину, но уже вот... Понимаешь, опытные ребята за КТ, они не будут перетягиваться. Они просто будут смотреть спину себе на всякий случай. И все. Они не уйдут уже отсюда. То есть тебе уже нужно оставаться на позиции, к которой ты ближе. А зачем ты фейкуешь на таком тайминге? Все, тут уже было бы неплохо запушить. Неплохо. Нельзя было фейковать. У тебя 11-12 секунд до конца и очевидно, что у оппонента ближняя позиция. То есть ты либо ставишь уже до конца, либо, ну я не знаю, фейк тут такое себе решить. Ну вот тем, что перешел на шифт и чекал спину, ты можешь, конечно, против менее опытных соперников рассчитывать, что они такие, ой, надо задуматься там, может быть на центре ближе сыграть, может быть на B он выйдет, а давай разделимся. Ну нет, это все-таки Маус и NXT, они не будут разделяться. Они просто потас стоят и все, они от сюда не уйдут. Да, они в любом случае вместе играют. 9-6. Но респект команде ВП Продиджи за эту сторону, потому что они удивили. Они удивили хорошие клатчи. Замечательные клатчи. Был эйс, вроде как, да, от Илюжина в том пистолетном раунде. Там такой эйс еще был. Да, это эйс еще, это пока один из лучших клатчей вообще за все три сезона Академии. Я точно буду приводить в пример, как сыграл молодой игрок команды ВП Продиджи. Потом клатч от Чиркула, который выводит ВП Продиджи на четвертый раунд подряд. Но потом случился тот самый раунд со Скаутом и Мачеллом, который вдохнул жизнь. Здесь безобразно просто сыграли раунки. Просто есть над чем подумать, есть что разобрать, но нельзя так играть просто. Вот настолько плохо, у вас стоит бомба, у вас есть позиции. И вы просто вот, вы хотите постреляться, вы не дорожите своей жизнью. Ну, плохо сыграли, просто плохо. Вообще, постоянные у Академиков, я это прям вижу от команды к команде. Пожить? Нет, уходить спиной. Да, смогу спиной там. Ну, к смоку какому-то спиной, который будет развеиваться тоже часто ломят на таких таймингах. Просто, вот просто уходят спиной. Вот убегают, то есть они идут не назад, не вперед спиной, да, как это делается? Ну, так быстрее. Грамотно. Да. Что ты выберешь, скорость или надежность? Качество. Не хватает нам какого-то автомобильного спонсора. Так что, ребята. Ну, ждем. Ждем вас на следующие сезоны. А у нас были коэффициенты от наших партнеров компании Parimatch до начала этого пистолетного раунда. И не забывайте о том, что у нас под стримом есть баннер, перейдя по которому вы получаете бонус 100% на первый депозит, но только при условии, что вам есть уже 18 лет и больше. Ну, есть ПТ-1. Ну, это контроль гард, ребят. Я все равно подбегаю. Я все равно подбегаю. Так, да. Два Б. Два Б. Я за тройку. Стреляют. Идут, идут. Это Б, Марс. Четыре Б. Одного Б. Еще. Я за двойкой. Я за двойкой. Я помогаю вам. Лезь в спине. Можете не бегать, я иду в спине. Стой, 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 стой. Они остановились. Лучший. Без армона у вас. Батя. Зай. Стой, 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 стой. Второй же мы приняли. А где же был Delusion до команды ВПП? Очень жестокий парень. Это не касается только пистолетов, а ВП. Видно, как он отыгрывает. Ему немного опыта. Да. Вообще совсем немного. Он будет закапывать. Он уже закапывает, в принципе. Мы с тобой его отмечали с самых первых дней. Мы же с ним только познакомились. В смысле, первый раз его увидели. И этот пассажир поедет очень далеко. Очень далеко. Главное не останавливаться. Да. Ему нужна немножко капелька стабильности. Хотя он, в принципе, и то я тебе скажу. Он не такой импульсивный, например, как тот же Result. И то я бы не сказал, что Result импульсивный. Короче. Немножко опыта Delusion и все. Что там, экономические? Нет. The Force Buy? Они купили. Они купили. Это Вабанг тоже на начало. Игра на все деньги. Пашки неплохие, конечно. Но Result надо бы как-то выжечь. Не получается. Смоком закрывается Result. Но не вышли до сих пор еще. Вот это проблема. Стрибай вниз. Тому же Чирпл тоже на месте. Так что начинается фарм этих пистолетов. Не отойти и к Сержану. От Сьюхи последний. Забрали только Result. Все спокойно. Руфайр тоже успел еще подфармить. Сейчас будет полная эко от команды Maus NXT. Могут ПП без проблем выходить на 9-9. И дальше начнется самое интересное. Потому что я не могу сказать, что Maus NXT это сильнейшая команда. На Vertigo вот так. На Vertigo, да. Ну, да. И это Maus не тот, не те Maus, которые были в предыдущих двух сезонах. Мы уже видим это по результатам. Да. Эти Maus проиграли одну карту Спиритом. Так-то. Да, но все еще только одна карта. Но тут ВП могут подсобить Спиритом этим Vertigo. И тем, как он закончится, тут еще могут быть переигровки. Возьми одну карту Руфайр и компания. Delusion. Вместе с Ломиком здесь на рампе. Насколько это важно постреляться с этими пистолетами? Вообще не важно. Хотят, конечно. Но это получается сейчас. Но в целом на дистанции бывает такое, что вас наказывают за такие пики. Диглы особенно. Но пока не попадают. Правда, Руфайр на центре Жейну не дал выйти. Еще бы доформил он MHLA Сьюхев. Или Резальт, который тоже имеет М5-9. То вообще хороший такой бонус к зарплате получают они. Видишь, но здесь был упор именно на то, чтобы с М-ками и с арморами постреляться. Здравствуйте. Сьюхи эффектным хэдшотом вырубает Резальта. Черфу приходит уже сюда на базу бетом. Прилетает смачок, как мы видим от Сьюхи, но при этом выхода не последовало. Так. 8 хп. Есть инфа по польскому игроку. Плюс 600. Плюс 600 для Руфайра. Идут в спину. Плюс 600. Еще. Плюс полтора. Плюс 1200 уже. Я имею ввиду полтора в случае ножа. Да. Ну, это было бы вообще замечательно, да. Но пока два фрага с М5-9 в этом раунде от Руфайра. И сейчас калаши у Маус NXT. 2.62 на команду ВП Продиджи и 1.45 на Маус NXT дает паре матч. Не забывайте о том, что услуги нашего спонсора доступны исключительно Леритс 18+. Ну что, фуллбайс сейчас от Маус NXT 5 АК-47. По гранатам тоже все там шикарно. И смотрим за решениями. Смок от Руфы. Тут тоже смок от Делюжена. Молик. Так, раннее занятие ковра. Судя... Рукава, судя по всему, от атаки. Это Сершин. А там уже Делюжен с АВП. Готов тоже встречать. Сершин дальше не пошел. Опасается пока. Тут Ломик тоже на дистанцию вместе с Чирхолом отошли. Видимо, как ждут сами Маус того, что оппоненты будут их первые пикать. Меняется позиция. Молик за цемент. В целом, довольно большое сосредоточение было ВП Продиджи в этом участке карты. Ну нет, один уже отошел на центр. Двое остаются на пленте. А Маус NXT не спешат сюда. Они все вместе перенаправляются по точку Б. Притом особо-то они пода ничего не сделали. Да, без особого контроля дали первые гранаты. Они даже люкера, по-моему, там не оставили, да? Хотят, да. Хотят раскидать А и выйти все вместе. Пять ступеньки. Есть Смоки, есть Молотовы. Ну, кстати, по раскидке здесь будет все хорошо. Угу. Так, хорошая ХЕ может быть от Резальта. Вернее, Чирфула. Резальта тоже помогает. Молик на выход. Сам по себе тоже получает Чирфул. ХЕ. Пока что остался у нас на пленте один Резальт. Нужна помощь. Ксершион с Маке. Пытается обойти. Ждут и его. Пока непонятно. Ксершион. Где он там вообще? Близко принимает силы. Китвуев. Забирает. И JDC вместе с ним тоже поддерживает. И забирает еще и своего капитана. Последний остался Ксершион против Делюжина. Очередной клатч для игрока команды ВП Продиджи. В такой-то ситуации пытается выйти с авиком из-за холодильника. Там топает Ксершион. Пытается выйти первым номером. Уф. Но бомба ж здесь стоит. Как же это опасно. 4-3 секунды. У Делюжина просто надо отойти. Нет! Не получается. Ксершион попадает в голову тут же на отходе оппонента. И наказывает за эту позицию. Не хочется, конечно, и критиковать Делюжина. Потому что он-то думал, что Ксершион с бомбой на дефолте. Но нет. В итоге потом ему, наверное, подсказали, что, братан, можно отойти. Но нет. Уже было поздно. Ксершион впустился в эту погоню. Может быть, его избила именно эта мысль. То есть, если бы он стоял просто в фокусе, ждал этого... На огне стоял оппонента. Ну, в итоге, видишь, поджался под холодильник. И такой довольно комичный раунд. Там Ксершион внедрился в смок. Пропустили опорника ребята из Маус NXT. Там TeamKill был тоже от Маус. Представляешь, какая там была вакханалия в TeamSpeak вообще одной второй команды. И как тут ориентироваться вообще? Делюжина была. Жейн убивает центр. Руфайр поджимался. Не знаю, под флешки ли. Это вопрос еще открытый. Чирпл не попадает своей флешкой. Но за смоком пока что команда Мауса не пытается за сплите точку B. Там Резаль пока что под стенкой. Неплохо стоит. Нет, нашли. Сейв. Здесь нужно сейвить, если нет позиции близко на рефраге. Нет, там Чирпл уже пошел до конца. Под окно. А Маус как раз та команда, которая не будет спешить в ситуации 5 на 3. Ну вот Труфайр на центре карты, он напрашивался на вот эти фраги. И только что мы видели его позицию. И это просто не первый раз уже происходит. Руфа довольно неаккуратно отыгрывает две карты. Делюжен оформляет килл по Ксершину. Но опять же мы видим, что уже Мауса накрыли стол на базе B. И гостей они, конечно, вроде как были бы и не против встретить. Но те, в свою очередь, не пойдут. Ломик и Делюжен, очевидно, будут сейвить. Вот в таких раундах, в таких вот деталях, в таких мелочах команда Мауса NXT может выигрывать. Да, потому что показывается их класс. Скилл каждого отдельно взятого даже игрока. Хотя понятно, что и по гранатам они хорошо себя проявляют. На центре только что тоже рассказали своим соперникам о том, что не только вы тут классно себя можете показать и пройти. Маус сейчас на коне, зарабатывает довольно много денег. Есть хотя бы какая-то, знаешь, экономическая подушка, что ли, на следующий раунд, как минимум, если не получится взять двадцать первый. В котором у VP Prodigy будет коллаж, будет АВП. Но остальные должны еще решить. Там нельзя покупать ничего Rufire и Result, скорее всего. Cheerful 3650 может как-то поддержать. Но как сыграть с этим АВИКом? Куда его поставить, чтобы он удивил Маус NXT? Тем более те тоже знают о том, что где-то стоит Delusion и надо бы его избежать. Или наоборот. Натравить на него и Мэчела тоже, играющего с АВИКом. Пока это контроль центра. Выход под точку A. На B тоже есть Lurker. И дефолт. Дефолт от команды Маус NXT. Хотя получили они глубокий смок на центр. Решили под него играть. Вышли. И соберут себе массу информации. Этого даже не ожидает ВП Продиджа, я тебе так скажу, после смока. Вот сейчас это пока провал для ВП. Вот как бы они не сыграли, здесь у них нет преимущества. Откуда оно возьмется? Ты имеешь в виду... Просто потому, что они тупо не ждали такого выхода через смок в миддл. За счет позиции в шахте. Жейнк сетшон. Минус чертфул и резальт в фаер. Под окном тоже находят свой хэдшот. Delusion на точке B. И тут нужны чудеса на виражах с этим АВИКом. Но слишком много всего нужно прочекать. И Мэйчелл дожидается этого холодильника. Мэйчелл убирает одного, но Мэйчелл не отпускает. Ты знаешь, все еще учитывая то, что это дефенс и три раунда разрыв, это не так много. Но уже, как мы видим, Мауза имеют в запасе нестандартные решения. Но тем не менее интересный раунд был от ВП. Вот они дали глубокий смок на центр, который говорит типа, что мы, ребята, можем играть близко на миде. И вы же не идете в смок. Вы не рискуете так в таком раунде. А они пошли. И все. То есть на этом раунд закончился. Прочитали. Да. Хотя, если бы они не пошли, вот, например, начали бы там париться по поводу того, что вот, смок на миде. Они могли поджиматься. Где-то там стоит еще АВП. Калаш на точке. Ну, нет. Попытка неплохая, но против команды Мауз такое не катит. Это пауза. На ваших экранах Delusion. Result. Без своих шапок, с которыми он начинал третий сезон. Вплей Академи Лик. МХЛ тоже проявляет себя в этой катке. 25 на 13. И могут быть довольны Мауз таким перформансом снайпера. Потому что он пришел вместо Торши. Ну, Торши было сложно заменить. Да. Торши был очень хорош. Торши. Фулл закуп сейчас открытут. Про продиджи. Нет у нас снайперской винтовки на руках УВП. Также отсутствуют дефьюз киты. Довольно много гранат на удержании. И Ломик играет под смоком на рампе. Сейчас будет встреча со Сьюхи. Или все-таки отойдут. Тут главное под МХЛ не попасть. Ой. Как это было опасно. Ломик. Посмотрел в глазок. Молодов на выход. Там можно еще пошить. Опасались видимо еще подсадки 2D за этим дымом. Вот Мауз и NXT, но они пока не пользуются этим элементом атаки. Тут у нас тоже интересности. Ой. МХЛ нашел все-таки Ломика на чеке рампы. Ну потому что тут ну слишком уже играл там активно. Да. Ну вы кидали эти гранаты. Ну уже постойте. Сейчас этот полезет. Давай ты еще полезь. Ну там все еще есть комбинация на центре у нас у двух игроков. Да? Но ее никто судя по всему даже не будет проверять. Особо не переживает за этот момент Мауз и NXT за центр. Там Жейн будет люркером я так понимаю. И то он может стянуться в какой-то момент. Я думаю просто. Delusion пока 1А ребят. Да и это есть проблема. Здесь не сыграть. Тут раньше что на отходе кого-то еще поймать и дождаться поддержки тиммейтов. Флешку сам себе накинул. Отошел. Вот Тетрис. Руфайр уже на месте. Справа. От Delusion от Тетрис. Забрасывается. Нет и МХЛ снимает. Пока этот парень нас не мажет за атаку с АВП. Жестко. Надо идти на сейв. Если есть такая возможность. Учитывая что Жейн находился все это время в спине. Читерская позиция. Для Жейна против окна. Результ недоволен. Вообще как-то без шансов разматывают. Притом ну типа четко. Технично. Методично. Угу. И опять видишь ночёк. Ловят на ошибках. Просто чистый раунд 5-0. Ловят на каких-то пиках. На поджимах. Вот вспоминай. Был поджим на центре от Руфайра. Да. Ломи который за цементом тоже прыгает. Но там же был ломи. Все. Один килл дали. Посидели. Потом они понимают что оппонент продолжает. Вот он здесь его простил. А здесь нет. А здесь уже нет. Ну. Реакция слушай. Там тоже еще было сложно заметить. И МХЛ мы видим что по пикселям. Ну знаешь куда стрелять вообще с АВП на этой карте. Такого МХЛ у нас не было просто. Понимаете. Он пришел. Он играл стабильно. Он мало умирал. У него было хорошее КД. Но все же не особо выделялся. Но сейчас это бомбардир. Который находит свои фраги даже сам. Да. Результат. Это было слишком легко для Сюхи. Можно дальше выйти на эту позицию. Там ближе только Руфайр. Который обычно отвечает у нас за центр. Но его скоро найдут. Хорошая хаепа от JDC. Но вот МХЛ с АВП. Снова. Непреклонно фармить себе эти фраги. Уже близок к тридцатке. Ну разыгрались уже Мауза. Чувствуют игру. И просто по сути выходя на базу с гранатами. Играя на размен. Отправляют для себя 14 раунд. Тут Чирфулу и Ломику ловить нечего. Разве что если где-то дадут гилл. И удастся засейвить. Залетает от Чирфула. По голове Сюхи. Тут наверное коллаж даже не отдадут. Скорее всего. Угу. Погибает. Не добраться. Ломик. Ну все. Все двери к этому 10 раунду закрываются. А так все начиналось. Конечно. Как все было весело, бодро и хорошо. И первая сторона. И здесь когда взяли вторую пистолетку тоже. Уже выходили по сути день 9. Но Мауз в фокусе. Эту команду в таком состоянии сложно обыграть. И нет такой пока что нас пятерки которая смогла бы наверное. И не хватило Virtus.pro Prodigy здесь дисциплины. И наверное скилла в общем. Да. Потому что вот такие моменты это скилл. Вот такие моменты когда у тебя в начале раунда в защите погибает игрок на миду. Это ну это проблема. То есть так не должно быть. Там уже Ломикса ВП полетел на рампу. Есть у него желание отомстить МХЛу. Тут не открывается. Кстати два ВП в защите. Да это уже решение которое может принести хоть что-то. По команде ВП продюже. Но эти авики они должны играть активно. Вспомни как Мауз и NXT душат пленты с маками и моликами. То есть авикам там негде будет раскрутиться нормально. То есть тебе надо в начале раунда что-то делать. Это правда. Или в середине окей. Но находить свои фраги. Потому что если противники зайдут на плент, то потом не выбиваешь. Руфаер с Резальтом опорники базы Б. Именно сюда будет выход прямо сейчас от команды Мауз. Скидывает молотов Резальт. Работает по одному. Падает Тершин. Резальт забирает еще и второго. Отличная игра от опорника. Стараться жить по максимуму. В итоге Руфаер добирает GDC. 2 в 4 ситуация. Здесь Virtus.pro нужно отыграть до конца. Да. Потому что может. Случительно все что угодно. Тирпул на размене. 3 в 1. Так все. Доиграть вместе. Доиграть вместе. Ломик на стенке все же удивил и Майчелла. Который даже сюда не успел посмотреть с этим авиком. Он хотел убить кого-то за холодильником. Улыбается Delusion. Там какая-то шуточка уже под конец залетела. Но молодцы. Резальту стоит отдать должное. Как он там выставил за сигаретой. Как первые два минуса взлетали. Руфаер тоже вовремя подключился. И это десятые раунды команды ВП. Уже что-то. Проснулись. Конечно нужно еще 2 подряд. А то и 3. Для того, чтобы мы всерьез задумались о том, что реально. Отжать эту карту команды Маус и NXT. Но все еще 2 ВП в этой защите. А в прошлом раунде получается, что один авик играл мид, а второй рампиа. Да. Delusion был на миде, а второй на рампиа. Но меня кто еще эти два авика напрягает. Тебе так скажу. Напрягает с точки зрения стабильности. Они там не сыграли. Да. В прошлом раунде их не было. Я согласен. Это уже опасно смотрим. Я готов обратить на это внимание. Если все же Мауса каким-то образом прорвутся на плент. Неважно на какой, нормально раскидает его, как потом выбивать просто. Надо выбивать и дело не дойдет. В положении, да, что тебе надо до захода еще как-то эти авики показать. Да. А Жень дает активность, да, дает на центре карты. Здесь Delusion на рампе. Оп. И выигрывает дуэль у Мэйчеля. Мэйчел там, да. Там довольно хитро играл. Тоже пытался по свой же смог пикать. Но нет. Первый минус залетает. Мауса задумались, как сыграть через центр. Там два человека на подсаде. Чирфул к этому готов, но тоже играет глубоко. Понимая, что оппоненты могут еще совершить попытку сприта на точку А. Ксэшон. Что это было? Там какие-то выстрелы. Что-то простреливал. JDC убивает Руфайра. Это было по точке Б. Резальт тоже падает. Как так-то? Септон! Он еще в Чирфул попал при этом. Да. Это были ноги JDC. И это нужно идти до конца и пытаться тащить. Правда, с одной позиции выруливают. Ломик и Delusion. Бомба уже стоит. Напоминаю вам. И это дефузы, конечно, на месте. Но нет гранат. И в целом нужно найти какие-то первые пики от команды Маус NXT. У нас здесь засейвить не ошибка так-то. Не ошибка. Согласен. Денег мало. Учитывая то, что они сейчас кучу времени потратили никуда. Надо уже идти. Потому что никто не пикает с окна. Да и зачем кому-то из атаки показываться у вас на экранах. Это пятнадцатый. Это уже матч. И здесь JDC просто засолил. Он убил двух опорников. Как он там вышел на Руфаера сначала? Вообще без шанса сбрил его за бортиком. И Резальту не повезло. Есть подозрение, что опорники не сыграли вместе. Ну то есть... Да. Руфа... Да. Получается, что JDC, смотри, он выходил. Вот. Он убивает Руфаера. И за единицей находился у нас Резаль, который тоже отлетел от Бонаде Кастро. Жестко. По очереди тут кусают. Вообще Маус выступают у нас то Сьюхи, то JDC тоже героем, то Джейн зайдет в спину. MHL это вообще персонаж, которого довольно сложно перестрелять. Хотя в прошлом раунде это получилось у Delusion. Ну... Все еще пятнадцатый на табло для команды Маус. Четвертый тайм-аут у VP Prodigy. Я тренера не вижу, его не показывают. Я не знаю, он есть там. Может не на базе. Сейчас. Но есть на сервере или не в этой комнате. Ты знаешь, тоже такое бывает, что веб-камеры нам не все охватывают на местах игроков VP Prodigy. Пятнадцать десять. И снова два VP. Там очень активно что-то Руфаер рассказывал Cheerful, насколько я понимаю. Delusion. Снова на острие. Пятачок не выстрелил. Не дал о себе знать. Cheerful смотрит центр. Поменял Delusion. Видимо, они по респам там не совпадали. Маус в них ничего нового пока нам не показало. Это очень медленное разворачивание атаки вообще под А. Жейн, который смотрит выходы через центр. Сьюхи. А там уже проход через карман. Что? Нет, Delusion все-таки поймал к Сершуну. Это слишком уже было опасно. JDC убивает Cheerful, а это VP, которое промахивается без фрага. Уходит один. JDC на рефраге. Умирает с Юхи по точке. Там был дабл-пик от Delusion и Ломика. И сейчас многое зависит от резальта. Если конечно на него пойдут и Мичелло и JDC. Промах уже от и Мичелло. стяжка подбейли что а как дальше он будет действовать вот в чем вопрос боится выхода через спину чекает но вот gdc может поймать тайминг там все еще ждет он высота опасная ситуация убивает в итоге и мы чел красный лифтовая шахта промакивается и делюжин добирает его точку ставит в этом раунде вот слишком много промахов для снайпера команды маус в одном раунде ну ладно ну я делал чирфул тоже промахнулся квитае в этом фоне туман xd при том этот фул закуп будет ровно на два раунда сейчас следующем уже там будут небольшие экономические проблемы есть верту спрос стабилизирует что они могут вывести на допы вы же как же ломику там и не повезло и повезло тоже что развернуться обратно и будучи красным добить оппонента чудом вообще не понимал отвернулся назад повернулся что так и не понял что его там дернула в этом моменте один дым для антели ужина он вместе с ломиком обороняется на точке а там уже за смоками мхл и его тиммейт пока без подсадок для атаки джейдиси находит резальта под пт да он просто вышел на рампу убил его на точке там же идет довольно активная раскидка возможно это такой небольшой фэк с выходом через карман у сершана ой 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 ломик убивает и мы чего но в спине противник он об этом не знает тиммейты не помогает пока что делюжин убивает его прикрыл жестко но тут немножко такой сумбурный раунд получается команды mouse nxt сьюхи сейчас уже ходят на рампу через списки и смог его пока здесь в этом тайминге не ждут сьюхи играет очень тонко как жестко и надо подождать сьюхи конечно всем остальным там джейдиси красный жейн вместе с ним на капитан команды mouse nxt это ключ это ключ победы он убивает делюжина тут вообще в шоке как он тут оказался это разворачивает ломика руфайра и сейчас двойка команды mouse может выйти на точку b хотя нет они отказываются нет они уже перетягиваются но тем не менее 3 в 3 проблема в том что нет гранат оказывается ммк и а в п у какая флешка неприятная руфайра отгоняет пока что сьюхи на кармане ломик отпускает его пока забирает руфайра cheerful на размене 2-2 чек не стену да и не то только ломик 1-1 остался против красного джейдиси 10 против 26 тот с а вп ломик об этом знает и пузит бомбу нет на морозе не получится нужно выходить а джейдиси очень опытный в этой ситуации они будут дальше играть активно ломик дефузи до конца у него все-таки и есть чипчики джейдиси не рискует и это дефуз на морозе 12-15 почему почему а ломик уже такой знаешь по реакции уже было ну ладно бог с тобой я дефуза короче я не буду его искать он битый тоже там непонятно что у джейдиси он мог поменять девайс не только с авп доиграть этот раунд про не фейкует академики тоже получается академики не фейкует да конечно такой раунд два раза уже можно было его проиграть ой-ой-ой-ой-ой 15-12 я то думал на самом деле что вот с юхи убьет а но бомба выйдет б но решили все же вернуться мало а там чуть раньше до джейдиси начал стягиваться юхи но опять же деньги деньги команды mouse nxt 3 раунда должны забрать себе еще в вроде чтобы мы посмотрели топы результат снова его напрягает там постоянно какая-то пушка джейдиси резальт здесь своя зарубим и чел делю жен да не очень уверенно отрезать а чирку на размене стюхи прекрасных отчет по чирку для команды virtus pro prodigy у них огромные проблемы при этом стягиваются ребят маус под а как же они считают эту защиту и как последнего не понимают не ведется на да вп хотя играет 2а уже один мхл убивает ломика решившего пикнуть в этот молоток сэш он слышит еще одного опорника это делюжен с вп который выйдет сейчас на девайсы и не на 1 кг но 1 мхл охватила в итоге в этом моменте с а вп последний ру фаер и алексей даже не пойдет в позицию где находится бомба там жейн вообще души до последнего перетягивается но это уже не важно с юхи ставит точку 16 12 это было замечательная заруба это была очень интересная карта вертик а